Конкурс «Духовная велич» учрежден в 2018 году. Проводится он раз в два года. Эта встреча вторая и очень долгожданная. Цель этого конкурса – популяризация литературы на духовную тематику. Каждая из книг, представленных на конкурсе, по-своему отражает трепетное отношение к предкам и прошлому, любовь к родине, природе и людям. Конкурс проходит по четырем номинациям – проза, поэзия, публицистика и детская литература. Книги, представленные на нем, написаны на русском и белорусском языках. Жюри принимает решения, исходя из многих моментов, но истина кроется в самом названии конкурса. Духовностью должна быть наполнена не только книга, но и ее автор. Жюри конкурса выбирает не только рассматривать сами произведения, но и личности. То есть человек, который создает художественное произведение, должен быть духовно богатым. Он должен быть таким сподвижником добра, милосердия, любви. И очень важен этот момент. Мы учитываем еще и личность. Все представленные на конкурсе авторы через свое творчество стремились передать самое лучшее, что есть в мире. Затронуть волнующие их вопросы, поделиться с юным поколением своим опытом и дать некоторые наставления. Сейчас, как никогда, вопросы духовного и нравственного воспитания очень важны. Конкурс имеет целью своей способствовать духовному становлению личности. Очень важно, чтобы вот те произведения, которые сегодня издаются, печатаются нашими поэтами, нашими писателями, чтобы они были читаемы, чтобы их доносили до нашей молодежи. Ведь сегодня молодежи очень важно иметь перед собой образец вот этой духовности. Конкурс как одна из альтернатив воспитанию молодежи тому воспитанию, которое они находят в интернете. Нам ведь важно, чтобы наши писатели нам были помощниками в патриотическом духовном воспитании, потому что без этого нельзя построить здоровое общество. В уютной атмосфере с душевным музыкальным сопровождением были вручены памятные награды победителям. В номинации «Литература для детей» победила книга «Лясные дивосы» автора Николая Бусько. В номинации «Публицистика» «Лунинецкая память» Татьяны Конопадской. В номинации «Поэзия» книга «Яклис Сяротлистоу» Николая Антоновского. Памятную награду в номинации «Проза» получил Александр Волкович за сборник повестей, рассказов, эссе, зарисовок, написанных на белорусской земле. И тогда спроси свою печаль. Главный посыл, наверное, найти духовные ориентиры. Это всегда людей волновало вопрос, что хорошо, что плохо. И как ты живешь на земле? И кто ты есть на этой земле? И для чего ты живешь? И что ты приносишь людям? Брестские авторы полны идей. Им еще есть много что сказать. А значит, еще не один год они будут радовать публику новыми творениями.